В Ивановской области завершилась неделя экспортера. Финальной точкой стали пятничные семинары, которые проходили весь день друг за другом. Перед предпринимателями выступили представители Владимирской таможни, Почты России, Российской и местной школы экспорта. Организатору встреч Центру поддержки экспорта Ивановской области чуть больше полугода. Первой задачей было рассказать, что такая организация на территории региона есть. С этим справились быстро. Теперь предприниматели с радостью используют возможность бесплатно получить консультацию или приумножить свою компетентность. Последний семинар, который был посвящен финансам при экспортной деятельности, показал, что были компании, которые уже на протяжении многих лет экспортной деятельностью занимаются, но они с восторгом просто ушли с семинара и сказали, что будем ходить и в дальнейшем посещать их. Первые контракты были заключены. Вот на сегодняшний день у нас 9 контрактов, которые были заключены с помощью экспортного центра. В том числе заключение контрактов – это и подготовка самого контракта, в чем было участие, наша роль, и поиск иностранных партнеров, которые мы осуществляли для бизнеса. Региональный Центр поддержки экспорта консультирует по вопросам внешнеэкономической деятельности, помогает с переводами презентационных материалов, организует участие в бизнес-миссиях и выставках, привозит в регион потенциальных иностранных партнеров. На этой неделе, например, приезжала делегация из Азербайджана. Иностранные бизнесмены посетили предприятия Ивановской области. В следующем году мероприятий будет еще больше. Мы увеличили объем поддержки на экспортную деятельность на следующий год в рамках этого центра. С учетом федеральных субсидий общий объем поддержки составит 43 миллиона рублей. Но при этом Минпромторгом России будет запущена еще одна новая программа по повышению конкурентоспособности российских предприятий. Одним из приоритетов этой программы является поддержка легкой промышленности. Поэтому помимо тех средств, которые мы сегодня получили из федерального бюджета на региональный центр на реализацию мероподдержки, у нас будут еще отдельные средства в рамках программы Минпромторга. Но там он будет работать с каждым конкретным предприятием отдельно. Поддержка будет направлена опять же на организацию мероприятий. Ведь то, что бесплатно для предпринимателей, совсем не дешево для центра. Для субсидий самому бизнесу предусмотрены другие источники. Мы больше ориентируем на финансовую поддержку через российский экспортный центр, потому что сумма не очень большая. Но это будет очень много поддержки, например, участия, продвижения продукции ивановских производителей. Это компенсация затрат на участие в выставках, на перевод сайтов, подготовка презентационных материалов нашей компании. То есть это вот большее часть затрат пойдет на продвижение продукции, установление. Самая главная их задача найти покупателя и установить и стимулировать создание вот этих новых экспортных контрактов с нашими предприятиями. В заключительный день недели экспортеров в Ивановской области перед местными предпринимателями выступил представитель российского экспортного центра. Тема его выступления интернет-торговля. Перспективное сегодня направление. Правда, бизнес с ним пока осторожничает. Из присутствующих только три компании задумывались об экспорте в формате интернет-продаж, а между тем нет ничего нереального. Главное изучить вкусы и предпочтения территории, куда хотелось бы сбывать товар. Немногие компании могут сплатить за хорошие маркетинговые средства. Если компания может заплатить, то надо заплатить и понять, что действительно, как товар адаптировать на другую рынку. Потому что у нас был очень интересный случай. Компания продавала конфеты в Китае и очень сильно выстрелила, потому что на нее были фиолетовые бумажки, которые они заворачивают конфеты. И это совпало с какими-то вкусными предпочтениями питается, как и совпало с идеологией каких-то их праздников. Но вот эти диалетные конфеты даже не вкусные вкусы, потому что они очень фиолетовые. В будущем году местную школу экспорта ждут серьезные преобразования. Уже решено, что функцию у нее станет гораздо больше. Это будет центр поддержки предпринимательства и экспорта, где под одной крышей объединятся все организации, которые работают с малым и средним бизнесом. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.